друзья всем привет заебись так с минами придумали да я сначала и не вкурил чё за хрень вообще произошла короче в таркове выкатили обнову за номером 0.12.9 и самое основное что нужно знать об этой обнове это то что произошел полный вайп и обушки воробушки для тех кто не в курсе что такое вайп это полное обнуление всего 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 сегодня как бы игра начинается для всех заново весь прогресс у всех обнулился поэтому если вы уже давно собираетесь начать играть в тарков но все никак не решаетесь сейчас самое благоприятное время для этого во первых вам не будут встречаться тюнины и задроты в лютой экипировке с максимально прокачанными персонажами а во вторых вы сможете спокойно поиграть достаточно продолжительное время до следующего вайпа и успеть насладиться игрой так скажем сполна ее замечательной прокачкой очень увлекательными квестами ну и так далее ну а еще вместе со мной нам завезли расширенную локацию леса собственно которую вы сейчас и наблюдаете на своих экранах но я бы если честно сказал что это не расширенная локация старого леса а новая локация леса который присоединили старый кусок который был еще до обновления новая локация леса стала просто огромный я реально заебался по не бегать чтобы увидеть все новые добавленные места короче примерно вот так выглядела карта леса до обновления 0.12.9 а после лес расширили практически во все стороны на неприлично большое расстояние так сразу если честно трудно определить насколько локация в итоге стала больше предыдущей но что как минимум в два раза это точно я думаю что по факту и еще больше с центральной скалы на которую теперь кстати можно забраться без всяких скаканий по забагованным текстурам краев локации особо не видно ну и когда будете спускаться вниз не торопитесь ноги у персонажа теперь ломается достаточно легко расширение локации на восток и юго-восток ограничено теперь минными полями которые успели заценить еще в начале видео с юго-запада на юг получается течет река перебраться через которую тоже не получится ну и плюс к этому на отдельных направлениях где на первый взгляд можно вроде пройти еще дальше будут работать снайпера также кое-каким обновления подверглись и старые знакомые нам уже места так например между блокпостом и дорогой на лесопильную если смотреть на запад была большая открытая поляна примерно вот здесь валялся какой-то строительный материал а теперь в этом месте очень интересно разместили вот такой вот укрепленный полевой госпитал короче интересных мест на локации теперь предостаточно новые деревни и сооружения блокпосты техника и многое-многое другое кстати по лесу иногда встречаются вот такие вот психрометрические будки не представляешь что за великаны должны смотреть температуру здесь ну да ладно может еще переделать впрочем у всего этого расширения есть и обратная сторона медали расстояние теперь просто огромные насколько часто здесь будут встречаться чвкшники очень интересный вопрос раньше в лесу было не так-то просто пройти мимо других игроков теперь же на локации не то что найти кого-то ну и самому заблудиться будет проще простого и центральная скала а она теперь получается по центру локации конечно тоже очень сомнительное решение как по мне во все стороны открывается ну очень интересные пейзажи и лучшего места для снайпера в игре просто не найти вот только проблема в том что помимо снайперов это будет очень интересное место и для читеров которые смогут уничтожать все живое на всей локации особо не вставая со своей пятой точки это я освобождаюсь от слоуна от братства от дженнис от финансовых отсчетов и эргономичных клавиатур от неверных подруг и дерьмовых лучших друзей и это я беру под контроль свою жизнь а какого черта делаешь ты ну и в заключение хотел задать вам пару вопросов а нужны ли нам такие огромные локации в игре не будет ли новый лес теперь очень пустым и скучным для игроков давайте попробуем все взвесить и ответить на этот вопрос комментариях где вам больше нравится играть в тарков на более компактных локациях с высокой концентрации столкновений с другими игроками или вот на таких огромных локациях более спокойной обстановке где можно спокойно побродить и отлично полутаться ну и второй вопрос а нужны ли нам так часто очередные локации и расширить да я понимаю что совершенству нет предела но что все-таки насчет еще с релиза запланированного заклинивания оружия ну или может внутри игровой связи разработчики добавляют ботам способность куекать я просто попал чтобы те могли максимально быть похожими на игроков это же блять полный зашквар не игроки куекают потому что в этой игре нет элементарной возможности пообщаться с другими игроками во время рейда разработчики тратят силу на реализацию механики куекания из стороны в сторону у ботов вместо того чтобы уже наконец добавить возможность говорить не пора ли уже расставить правильные приоритеты в разработке а не заниматься только тем что легче всего получается и только вот не надо сейчас говорить что каждый занимается своим делом и что пилят карты одни а внутри игровую связь делают совершенно другие люди в таком случае у вас эти другие уже в край охуели уже несколько лет абсолютно нихера не делают их давно пора бы уволить а у меня на этом все не забывайте оставлять комментарии обязательно подписывайтесь на канал есть еще не подписаны и обязательно прожимайте колокольчик чтобы не пропустить мое следующее видео и кстати в игре теперь доступны несколько видов голов и голосов вашего персонажа играйте в хорошие игры всем добра стремное местечко пустовато здесь о панда